Сакен Нарынов Математические формулы, художественные образы, поражающие воображение не только квинтэссенции научных исследований, но и интуиции художника. В вечном споре физиков и лириков, считает казахстанский магистр архитектуры, художники идут впереди. Их прозрения и открытия всегда неожиданны и индивидуальны. Сами ученые иногда говорят, что художники, наоборот, первыми выделяют концептуальные разработки. И в этом они видят, так сказать, приоритет художников. Если бы Пикассо не написал Гернику, в мире никто бы этого не сделал. А если бы Альберт Эйнштейн не открыл теорию относительности, то идущий за ним по Анкаре это бы сделал. Главная тема творчества Сакена Нарынова – постижение природы пространства в условиях непрерывно меняющегося мира и познание через это тайн, рождение и развитие Вселенной от Большого Взрыва до наших дней. Этот процесс бесконечен как пространство и время. Если человек все познает, то это будет конец. Надо сделать так, чтобы мы не до конца, вот интересно, не до конца поняли. Выход в открытый космос – такие ощущения охватывает каждого, кто переступает порог огромного зала, заполненного уникальными скульптурными композициями Сакена Нарынова. Они будто плавают в космической пустоте и, кажется, вся Вселенная живет и движется вместе с нами. По сути, так оно и есть. Зрители даже не подозревают, что, входя в зал, они сами становятся арт-объектом. Духовные субстанции, оживляющие это пространство. Открывает выставку во времени и пространстве удивительная работа то, что было вначале. По существу, это момент перед рождением Вселенной. Необычная форма – это сгусток колоссальной энергии в одной точке. Через мгновение она взорвется и родится целый мир. Мир, который скульптор и художник Сакен Нарынов представляет как бесконечно изменяющееся пространство. Плоские поверхности переходят в объемные формы, переплетаются, перетекают друг в друга – это и есть сама жизнь. Я планирую сделать работу «12 документов любви». Вот про любовь. Они как бы документально зафиксированы. Черная и белая дыра. Эта работа перекликается с учением британского физика Стивена Хокинга, который высказал гипотезу, что черные дыры малой массы теряют энергию и прекращают существовать. Нарынов представляет в этой работе образы материи и антиматерии, возникающих после Большого взрыва. Постепенно антиматерии становится меньше. Малый, односторонний узел. Эта работа резко отличается от других своими остроугольными переплетениями. Угол образован односторонней плоскостью. Двигаясь по одной грани, ты всегда вернешься в исходную точку. Это замкнутый, односторонний мир. Эта работа символизирует тот односторонний мир, в котором нет жизни. Такой мир может быть, но жизни у них нет. Четырехсторонний узел. Эта работа находится в прямой оппозиции к предыдущей. Он обладает четырьмя поверхностями, где каждая грань самостоятельна. Это живой, многоцветный мир, в отличие от мира мертвого. А символический лабиринт неразрывно связан с основными его элементами. Сменой дня и ночи, рождением и смертью. Механическая, ремесленническая работа, она занимает почти полгода. Три, четыре, пять, шесть месяцев. А придумать ее нужна вся жизнь. Клетка в четвертом измерении. Это философская работа, попытка визуально решить проблему, что было первично – птица или яйцо. Осью сетчатой сферы являются два спиралевидных тоннеля, которые имеют выходы на внутреннюю поверхность сферы. Ответ напрашивается сам собой. Выход там же, где и вход. Парадокс пространства и времени. Если мы будем лететь со скоростью свыше 300 тысяч, то время пойдет в обратную сторону. Многие фантасты, они описали вот это событие. И до ученых народ догадался. Кротовые дыры, а точнее кротовые норы – это уникальный, гипотетический пространственный временной тоннель. Благодаря им можно путешествовать во времени, слетать на другой конец галактики. Но проблема в том, что они мгновенно закрываются и вернутся обратно. Мало шансов. Мы можем оказаться не то, что в другой галактике, а вообще в другой вселенной. Вообще неизвестной вселенной. Если вот сюда мы войдем, то мимоходом в одну секунду окажемся в другом мире. И реальные миры. Не в зеркало глядим, оно глядит на нас. И видит в нас все то, что мы не видим. Какими будем завтра, через час, без зеркала наш образ нам не видим. И реальные миры – эта работа состоит из двух зеркальных поверхностей. Но отражения в них разные за счет искривления внутреннего пространства. Две бинарные оппозиции – это ключ к пониманию устройства Вселенной. Как всегда, у Нарынова сложность в простоте и наоборот. В чистой воде древний человек отражался примерно так же. Вот здесь я правую руку поднимаю, а мое изображение поднимает левую руку. Левая становится правым, а правая – левую. Правый мир – левый мир. Вот в этом зеркале, если я правую руку подниму, а он поднимает правую руку. Я поднимаю левую руку, он поднимает левую руку. А в этом зеркале я правую поднял, он правильно отражает этот мир. Модель галактики «Лебедь А». Удивительно красивая спиральная светлая галактика «Лебедь А» получила великолепное художественное воплощение. В ее основе, как и во многих других работах Сакена Нарынова, авторская интерпретация ленты Мебиуса. Она представлена одновременно и как плоскость, и как объем. Я ленту Мебиуса беру и режу ее пополам. Вот, смотрите, я режу пополам ее, строго посередине я режу ее. Но она держится за одну. И внимательный зритель смотрит и думает, а как же вот вторая полоса ее держится. Пространство наизнанку По существу это два пространственных объема, два тора, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Это излюбленный прием скульптора, когда простые формы тор, цилиндр или сфера усложняются, множатся, скручиваются, перетекают друг в друга. В этой работе, считается, Кен Нарынов есть нечто сексуальное. Это два любящих существа, плюс и минус, которые, соединяясь, дают развитие. По существу вот эта работа те же вещи провозглашает. Это плюс-минус, хорошее, плохое, горячее, холодное и так далее. Во времени и пространстве Это программная работа казахстанского скульптора Сакена Нарынова. В ней он выразил свое понимание процессов, непрерывно происходящих во Вселенной. Топологическое пространство, поверхность, переходит в трехмерное. Одновременно действует и четвертый компонент – время. Светлое, живая работа неизменно дарит положительные эмоции. Она интересна тем, что закручена она вправо. Мы хотели сказать, что это наша Вселенная, здесь жизнь возможна с таким поворотом. А левый поворот, возможно, там живут люди. Но с левым поворотом мы не знаем, каким. Как они будут выглядеть, интересно. Параллельные миры. Эта композиция похожа на предыдущие, но более сложная. Использование ажурной металлической сетки, как и в других работах Нарынова, позволяет понять, как устроен мир. От простой клетки до необозримой галактики. В капле воды отражается Вселенная. Сетка позволяет наглядно представить множество миров, которые существуют параллельно друг к другу. Вот здесь, например, галактика лебедя, а здесь антигалактика лебедя. Вот здесь млечный путь, а здесь антимлечный путь. И так далее. Вот эта работа делалась год. Шесть жизней одной души. Работа перекликается с одним из основных понятий древней индийской философии сансары – круговорот жизни и смерти. Человек стремится побыстрее преодолеть свой отрезок жизни, чтобы попасть в лучший мир. На самом деле, считает Нарынов, сама жизнь и есть сокровище. Самая лучшая жизнь – это здесь. Я думаю, неужели я покинул этот прекрасный мир, а я проживаю самую хорошую жизнь, самую лучшую. На берегу космической бездны. Удивительная работа. Когда стоишь рядом с ней невольно, тебя охватывает светлая грусть, как при чтении книг великих фантастов Азимова. Лема Брэдбери – это будто маленькая ракушка на берегу космической бездны. А берега, мы знаем, не существует. Ракушка есть? Она геометрически сходна с лентой Мердюши абсолютно. Но только здесь объем переходит в плоскость. Вот она, плоскость. Потом снова становится объемом. Ракушка означает великий переход с морской жизнью как бы на земную жизнь. И у всех народов этот узор встречается. Разрез Вселенной через микроскоп и телескоп. Это длинное название вполне уместно заменить на короткое – «глаз стрекозы». Здесь опять возникает любимая форма Нарынова – сфера-полусфера. Она является символической формой Вселенной образом безграничного пространства и вечности. Этой работой Нарынов демонстрирует, что мир замкнут и взаимосвязан. Бесконечное повторение одних и тех же элементов от ничтожно малых до необозримо больших стирает границы этих понятий и объединяет их в единое целое. Конец начала – начало конца. Это изящная, легкая конструкция тоже состоит из множества повторяющихся элементов. Легко можно представить себе путь космического путешественника в едином объекте пространства-времени, где начало становится концом теории относительности, воплощенная в арт-объекте. Казахская бутылка – это огромная композиция, центр символической художественной Вселенной Сакена Нарынова. Одновременно это и центральный объект его выставки во времени и в пространстве. Казахская бутылка неизменно привлекает к себе внимание посетителей выставки и обладает особой энергетикой. Это авторская интерпретация разработок немецкого математика Клейна, тесно связанная с лентой Мебиуса. Объект буквально притягивает к себе и вызывает желание отправиться в неведомое путешествие и проникнуть внутрь конструкции. Это базовая работа моя. Она адресуется к тем древним началам, можно сказать, к топологическому пространству. И в этой работе поперечные линии переходят в продольные линии, потом продольные в поперечные, обратно. Внешнее пространство становится внутренним, и потом внутреннее пространство переходит во внешнее. Вот в этой работе во всей красе, скажем так, в скобках, представлены мои поиски. Взгляд Вселенной. Эта работа находится за пределами выставочного зала. Она удивляет своей кажущейся простотой и заставляет любого почувствовать себя одновременно и зрителем, и участником событий, происходящих в этом мире. Потому что если Вселенная смотрит на нас, то мы обращаем свой взгляд на нее. В этом простая философия бытия. Сакьян Нарынов – человек, разгадавший тайну Вселенной. Он всегда работает на совмещение граней науки и искусства, и его архитектурные проекты, скульптурные композиции поражают нестандартностью художественного мышления и опережают время. Он вошел в двадцатку лучших архитекторов мира, но не думает об этом. Хомофабер – человек, созидающий Сакен Нарынов в вечном процессе познания и художественного воплощения собственных открытий. Мой мир страстный, потому что я не выделяюсь как художник, не выделяюсь как математик. И самое мое достоинство – это 0,01% больше, чем у другого по страсти. КОНЕЦ